МР-эластография 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 Может помешать неплотное прилегание датчика к ребрам и артефакты движения и дыхания. Следует отметить, что в отличие от УЗИ, эластографии с двиговой волны не влияют такие факторы, как асцит и ожирение, которые часто сопровождают хроническую патологию печени. В настоящее время применение эластографии очень широко. Хотелось бы остановиться на самых интересных моментах. В частности, применение эластографии при оценке патологии молочных желез. Мы видим в данном случае оценку лечения опухоли молочной железы до лечения и после лечения с использованием эластографии. Красная – это участок повышенной жесткости соответствующей опухоли. Обратите внимание, как выглядит передатчик механических волн. Он специфической формы и размещается на грудине, стернальной. Исследование патологии головного мозга и шеи. В этом случае передатчик также имеет специфическую форму. Даже опухоли языка. В таком случае передатчик механических волн имеет вид загубника. И получаются эластограммы, которые позволяют оценить участки повышенной жесткости в структуре органа. Эймария эластографии применяется также для прогнозирования портальной гипертензии по оценке повышенной жесткости как печени, так и селезенки, которая может провоцировать в дальнейшем развитии портальной гипертензии. Хотелось бы отметить исследование, проведенное российскими авторами, по оценке жесткости поджелудочной железы. И было выявлено значимое различие между жесткостью поренхемии в норме и при наличии низкодифференцированной аденокарциномы. Что же касается эмария эластографии в оценке диффузных изменений печени. Это хороший метод, который продемонстрировал свою эффективность в оценке жировой дистрофии печени, в том числе на ранних стадиях, в оценке стадии фиброза и при наличии цирроза. Само исследование, принцип действия заключается в том, что с увеличением жесткости ткани нарастает длина волны, которая проходит медленнее через орган. И визуально это можно оценить по ширине волос, красных и синих. Их нарастание длины волны мы можем увидеть визуально. При сканировании мы получаем такое изображение. Если можно, запустите, пожалуйста, видео. Который позволяет оценить прохождение волн через паренхиум печени. Техническая сложность. Стандартно мы получаем кинорежим, который позволяет нам проследить движение волн от поверхности к глубоким частям органа. Спасибо. Как я уже упомянула, эмероластография позволяет оценить ранние стадии жирового гипотоза. Что важно? Так, у двух различных пациенток одного возраста мы видим два состояния. В первом случае речь идет о обратимом стеатозе печени, который не демонстрирует повышенной жесткости органа по данным эластограмм. То есть мы не видим здесь красного спектра на эластограммах и не видим увеличение длины волны на волновых изображениях. У данной пациентки по данным биопсии был выявлен неалкогольная жировая дистрофия в стадии стеатозы. То есть обратимая, которая может быть модифицирована путем модификации образа жизни. Неалкогольный стеатогепатит проявляется уже необратимыми изменениями с увеличением жесткости органа и, значит, повышением длины волны на волновых изображениях и появлением красного спектра на изображениях. В данном случае можно быть также количественно оценена степень жесткости. В данном случае, в первом случае, это 2 кП, что соответствует нормальным значениям. Во втором случае 3 кП, что является повышенным значением. И изменения являются необратимыми. Эластография при фиброзе печени также используется достаточно широко, в том числе по данным литературного обзора, по результатам первых исследований данной патологии, мы видим некоторое количество исследований, которые продемонстрировали высокую точность метода МРТ для выявления выраженного фиброза печени, в особенности на 3-4 стадии. И, как вы видите, многими авторами были предложены конкретный диапазон значений для стадирования фиброза. Проиллюстрировано это в следующей таблице. Мы видим, что консенсус авторов пришел к тому, что нормальным показателем жесткости паранхемы печени по данным МРЭластографии является значение до 2,5 кПа. Затем имеется некоторое ранжирование по стадиям фиброза. Визуально мы можем это оценить по нарастанию длины волны на волновых изображениях и визуально также по нарастанию красного спектра в эластограммах. Последний метаанализ, проведенный по сравнению специфичности чувствительности МРЭластографии с более принятым методом эластографии сдвиговой волны при УЗИ, продемонстрировал высокую чувствительность и специфичность метода МРТ. До 95%. Как вы видите, проведено довольно большое количество исследований по этому вопросу. При сравнении чувствительности и специфичности МРЭластографии также наблюдаются несколько большие показатели в отношении МРЭластографии по сравнению с эластографией сдвиговой волной. В оценке очаговых образований печени. Как нам может помочь МРЭластография? Данные пока не очень большого количества. И, несомненно, мы опираемся на накопленные данные по УЗИ эластографии сдвиговой волны, которые демонстрируют высокую чувствительность такой характеристики, как жесткость к ткани, как характеристики злокачественного процесса. В частности, по данным метаанализа 2019 года, чувствительность УЗИ эластографии сдвиговой волны в выявлении злокачественных новообразований печени достигает 82%. И специфичность также. Что касается МРТ. Пока проведено некоторое количество исследований. Самое интересное я бы хотела осветить. В частности, это исследование, которое продемонстрировало высокую точность дифференцировки между доброкачественными и злокачественными образованиями. Особенно в сравнении с МРЭР-протоколом с добавлением диффузионно-взвешенных изображений. Мы видим, что эластография демонстрирует более высокую чувствительность и специфичность по сравнению с МРТ-стандартным протоколом и с добавлением диффузионно-взвешенных изображений. Авторы продемонстрировали, что холангия карцинома имеет большую жесткость по сравнению с гепатоцеллюлярным раком, фокально-андулярной гипроплазией – большую жесткость по сравнению с аденомой, что, несомненно, является дополнительными полезными характеристиками, которые можно использовать в дифференциальной диагностике очаговых образований. Кроме того, было замечено, что крупные доброкачественные образования могут демонстрировать большую жесткость. К этому вопросу мы вернемся дополнительно. Хотелось бы проиллюстрировать, как выглядят различные очаговые образования при МР-эластографии. Итак, мы видим гемангиому, фокально-андулярную гиперплазию, гепатоцеллюлярный рак и холангия карцинома. Мы видим, что доброкачественные образования даже визуально отличаются по спектру от злокачественных новообразований. По данным других авторов, злокачественное новообразование имеет значительно большую жесткость по сравнению с доброкачественными. Это доказано. Продемонстрирован показатель в 10 кПа в сравнении с 2,7 для доброкачественных образований. Злокачественные новообразования имеют значительно более высокий показатель жесткости как по сравнению с нормальной паренхемой печени, так и с фиброзом. Фиброзированная паренхема печени имеет большую жесткость по сравнению с доброкачественными опухолями, тогда как жёсткость доброкачественных опухолей и нормальной паренхемы сравнима. Авторы выявили порог в 5 кПа, который позволит достоверно дифференцировать опухоль на доброкачественную или злокачественную, что можно продемонстрировать этим слайдом. Мы видим, что показатели нормальной паренхемы печени, гемангиомы, фокально-эдуалерной гиперплазии и аденомы печени находятся в одном диапазоне значений, тогда как гепатоцеллярный рак и особенно холангиокарциномы демонстрируют больше показателей жёсткости. Также мы видим, что показатели фиброза печени находятся на границе значений между доброкачественными и злокачественными образованиями. Также продемонстрированы гемангиома, аденома, гепатоцеллярный рак и холангиокарцинома, а также метастаз. Хотелось бы вернуться к тому, что уже упоминалось, что при большом размере доброкачественных образований нарастает их жёсткость. Это было продемонстрировано в ряде клинических наблюдений. Как в данном случае имелись наблюдения мужчины и женщины разного возраста, однако патология была схожа. Это фокально-нодулярная гиперплазия, которая была подтверждена биопсией. В обоих случаях жёсткость образования достигала 11 кПа. Мы наблюдали схожий клинический случай. К нам обратился мужчина 40 лет, у которого при случайном, при плановом ультразвуковом исследовании было выявлено образование, которое по данным МРТ мы трактовали как фокально-нодулярную гиперплазию. Это образование имело стандартные характеристики на Т1 и Т2 взвешенных изображений, не имело значимой рестрикции диффузии. При контрастном усилении активно захватывало контрастный препарат с выравниванием интенсивности сигнала в венозную фазу, отсроченную, а также в гепатоспецифическую фазу. Размеры образования превышали 4 см. По данным МРЭластографии мы получили показатель более 5 кПа, при этом показатели окружающей паренхемы соответствовали нормальным значениям. Дополнительно пациенту была выполнена эластография сдвиговой волны, которая также продемонстрировала повышенную жесткость образования в сопоставлении с нормальной паренхемой печени. При этом следует отметить, что общего консенсуса по пороговым значениям параметров жесткости в очагах, в частности в фокально-нодулярной гиперплазии, не существует. По данным эластографии вне образования показатели печени также соответствовали нормальным значениям. Таким образом, прежде всего основываясь на показателе контрастирования с гепатоспецифическим контрастным препаратом, нами данное состояние было трактовано как фокально-нодулярной гиперплазии, и пациент оставлен под наблюдением. Таким образом, МРЭластография – это неинвазивная методика, которая позволяет получить дополнительные характеристики для дифференциальной диагностики образования печени. Это перспективная методика, роль которой еще предстоит уточнить и выявить какие-то диапазоны значений, которые помогут нам дифференцировать доброкачественные и злокачественные очаговые образования печени, в том числе в зависимости от их размера. Но при этом МРЭластография доказала свою хорошую эффективность, высокую точность в оценке диффузных изменений печени, в частности в дифференцировке обратимой и необратимой стадии жировой дегенерации печени. Это также метод, который позволяет стадировать фиброз печени без применения биопсии. Спасибо за внимание.